4 января 2023 года. Мы с Алексом отправляемся поздравлять наших ангелов. У нас всё так же гупает, как у нас говорят. Где-то бухает, где-то улетает, где-то прилетает. Сегодня на Петровке уже умер человек. Значит, он был ранен на Петровке, но от полученных ран он скончался в больнице. Так что сегодня всё так же весело в Донецке. Вчера у нас не было отопления, сегодня я как-то не проверяла, но вроде стало теплее. Я надеюсь, будет теплее, потому что ожидаются морозы. И просто если не будет тепла, то это будет очень плохо. Я ещё не знаю, как с водой, потому что надеюсь, что мы будем с водой, хотя бы по графику. Наделаем капюшончик, чтобы не холодно было возле речки. Холодновато. Вот, друзья, я не знаю, это, наверное, блин, это ли фосфор или что на жилплощадку прилетело. Да, фосфор, заимеется, ляньте, вонь такая стоит. Да, вонь вообще не стоит. Вон ещё получается здесь. Закидали, короче, жилплощадку фосфорными снарядами. То есть там, получается, район интерната поприлетало. Здесь у нас разбитые дома, тяжело ранен человек. Вот ещё вон там третий, ребята стоят третий. Это пока то, что мы визуально видим. Вот, перебило, горит в земле. Фу, запах такой ужасный. С той стороны там вообще. Квартиру купила, уже три раза пакеты меняла. Я живу на Дунаевского. Мне подруга позвонила с города. Говорит, дочка где-то у сына в Краснодаре что-ли. По интернету видна увидела. И она мне позвонила, говорит, что там случилось. Вот я приехала, гляну. Подруга попала в кухню прямо во втором подъезде. Четыре человека живёт по стояку. В подъезде четыре человека. С той стороны он там. И люди не живут, выезжали. В это время матери не было. Она живёт у нас на другой улице. Потому что здесь отопления нет. Холодно. Мы её забрали к себе. Это просто чудо. Она вчера в это время проходила сюда. поливать цветы. Ну а обогреватель включить, но прогреть квартиру. Каждый день. Не каждый, не часто, а каждый день. И именно пожилым. Пожилым. Дома. Гаражи. Всё. Там, где люди живут. Если говорят, как сказали, в Трудовске никто не живёт. Живут. Люди живут. Ни один, ни два, ни десять. Ни один. 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 Я в зале телевизор смотрела, когда первая пролетела туда. А потом сестра позвонила и спросила, ты жива? Всё нормально? Я говорю, да. Я встала, пошла в туалет и она тут пролетела. Слава Божеу, вот никто не пострадал. Мария, перестань. Ну перестань. Ну всё. Ну всё. Ну всё. Ну всё. Что же я делаю? Что же я делаю? Что же я делаю? Два новостей на восстановление. Вот мы в Геннадии. У нас погода меняется. Там такое тёмное небо. Над нами ещё светло и солнышко светит. А над Киевским районом уже после тучки. У нас ожидает ледяной дождь. Похолодание. Похолодание. Обещаю. В обычные дни здесь на площадке рядом детки играют. Аликс, что эта птичка значит? Голубь? Да. Голубь мира? Да. Что ты ещё принёс? Хлопушечки. Хлопушечки? Ну давай. Сам повесишь или помочь? Ну их надо привязать будет, зайка, чтоб они не улетели. Ага. Ага. Господи помилуй. Господи помилуй. Покой, Господи, души усопших рад Твой. Всех невинно убиенных младенцев. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи не спешите freak от земли. Нет. Нет. Делай дал тебе Reynolds сможешь видеть… Аликс из dime. Продолжение следует... 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 у наших детей все было спокойно, хорошо, чтобы дети не говорили про бахи, не говорили за то, что кто-то стреляет, не боялись. Это самое главное. Сколько вашему сыну? Три с половиной. Он знает, что это такое, когда стреляют и куда надо прятаться? Каждый день все это слышим, каждый день знаем. Как переносит? Спокойно. Под обстрелами родился, под обстрелами растет. Другого он по сути-то и несет. На тихий.